АПЛОДИСМЕНТЫ Для начала встретьте его с работы, приняв соблазнительную эротическую позу. Хоть раз в жизни почувствуйте себя дикой кошкой. Так, я, наверное, еще успею, я смогу. Господи, как же они становятся-то. Вот. Это ж как-то надо все показать. Как-то. Что тебя так заколбасило-то? Все нормально? Все хорошо? Все хорошо. Все, не обращай внимания, забыл об этом. Все нормально? Да, это я так. Это совсем не имеет... Сегодня трубы привезли. Мы вдвоем разгружали, потом нажался Артем. Я один. Я жрать хочу сразу. Может, пирожочек есть? Слушай, пирожки это потом. А вот сейчас, знаешь, я тебе приготовила сюрприз. Жрать? Вот, вот, вот смотри. Вот. Это я жрать не буду. Пирожочек, там что-нибудь там, соседочку, что-нибудь там. Это не надо жрать. Это не надо жрать. Это надо читать. Посмотри. Посмотри, что здесь написано. А чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь и поднять интим на небывалый уровень, вы можете и должны с мужем играть в ролевые игры. Ты понял? Нет. Господи боже мой, ну что здесь непонятного? Мы с тобой должны играть, понимаешь? В сексуальные ролевые игры. Ну, ты понимаешь? Их очень много. Вот, Энсон, ну, ну, давай. Я работаю на трёх работах. Ну. На трёх работах. Ну. Я прихожу домой, у меня только две роли. Жрать и спать. Всё. Во второй роли тебе равных нет. Режиссёр хороший. Вот сегодня мы будем просыпаться, понимаешь? Мы сегодня проснёмся. И ты, и я. Мы, мы, мы будем совершенно другими. Ну, давай поиграем. Это очень интересные игры. Мы все их знаем. Вот, посмотри. Вот, например. Знаешь, она мне очень понравилась. Называется Серый волк и Красная шапочка. Только Красная шапочка я. С какой-то стадии Красная шапочка ты? А у неё пирожки. Нет, Красная шапочка я. Потому что Красная шапочка сексуальная. Понимаешь? Она такая, она такая вся из себя. Она такая сексуальная. Она такая девочка. Она такая идиот. Она такая, всё. А тут волк такой, понимаешь? Ты такой волк. Такой, такой сильный. Вот видишь, ты уже заводишься. Ты уже заводишься. А я, а я Красная шапочка. И я вот как будто бы, я вот, ты знаешь, у меня такая шапочка красная, и я к тебе подошла, и такая вся с себя сексуальная, и говорю, Волк, ну скажи мне, почему у тебя такие большие? Кушай. Думай. Долги? Господи, боже мой, мы с тобой играем в сексуальные игры. Какие долги? Ну какие долги? Ну, знаешь, мы перекусим. Пирожочек прям, я не знаю. Давай попробуем другую. Вот эта игра, она очень популярна в Европе, я это прочитала. Она обязательно должна тебя тронуть хоть как-то. Это, знаешь, вот она такая, она на производственную тему. Это вот шеф и секретарша. Ну и кого я должен играть? Ну кто, ну кто командует, кто все придумывает, кто? Ты. Не сейчас. Не сейчас. Сейчас я секретарша, понимаешь? Я такая, мне 20 лет, я такая длинноногая, я блондинка с голубыми глазами, я иду, такая вся секретарша. У меня такие очки. А ты шеф, ты такой властный, такой мачо, да? Ты мачо такой. А я такая секретарша, и я такая иду по коридору, такая с папочкой, такая. А ты шеф, а я такая к тебе подошла. Как лисичка, села вот так вот на краешек стола, и говорю, шеф, вызывали. Нет. Скажи, вызывали. Вызывал. Шеф, а зачем вы меня вызывали? Наверное, для того, чтобы похулиганить? Ты сказал, а я сказал, не знаю. Ну скажи мне что-нибудь эротическим голосом, спроси. Ну на производственную тему что-нибудь спроси. Спроси, например, Люся, где квартальный отчёт? Люся, где квартальный отчёт? Я говорю сексуальным голосом. Люся, где квартальный отчёт? Вот, ты видишь, ты уже понял, ты уже понял. Давай, давай, ещё что-нибудь. Ну такое, что-нибудь такое вот, Люся. Где круглая печать? Где круглая печать? А теперь что-нибудь от себя? Ну давай, давай. Ну уже пошло. Где пирожки? Мне жрать хочу, надо что-то поджать. Я не жрался, я жрался ещё. Так, спокойно. Сейчас всё пойдёт. Вот, это беспроигрышный вариант. Просто беспроигрышный вариант. В эту игру могут играть даже тупы. Это больной и медсестра. А чё, как больной, так сразу я. Потому что я медсестра, понимаешь? Потому что я в коротком халате. Я в коротком халате, у меня декольте, я медсестра, я сексуальная, понимаешь? Я такая, ля-ля-ля, фа-фа-фа, а ты больной. А я такая вся из себя. Ах, я иду по коридору, я иду по коридору, я вижу тебя и говорю, больной, больной. Почему вы лежите? Встаньте. Встань, говорю. Больной. Что вы хотите, любой ваш каприз. Больной. Пожрать? Нет, что-то не получается, я не знаю, что придумать. Господи, боже мой, ну так хочется поиграть, ну а что-то такое вот. Повар и едок, давай. Ну жрать хочется, ну все, это тоже понятие, я пришел. Еще одно слово про еду. Трубы привезли сегодня и... Еще одно слово про еду и про трубы. И ты не будешь жрать никогда. Настройся, мы играем с тобой в интимные ролевые игры, это серьезный процесс. Это надо настроиться, понимаешь? Это надо поймать этот кураж. Вот, попутчики в купе. Ну? Что ну? Баранки гнул. Мы с тобой вдвоем в купе, больше никого нету. А остальные? Остальные отстали от поезда. У меня нижняя полка. У тебя нижняя полка, у меня нижняя полка. Думай о том, что ты с красивой женщиной в купе вдвоем. Я такая вся в пенюарчике. У меня практически на мне ничего нет. И поезд такой, знаешь, вагончики такие. Они так сексуально так. Ту-дух, 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 ту-дух. А мы с тобой вдвоем, а больше никого нету. А вагончики... АПЛОДИСМЕНТЫ Позврат не хочу, что я падаю, я уже в голоду падаю здесь. Остановка! Мы с тобой вдвоём в купе! Я понял! Никого нету! Только я предупреждаю, я за безопасный сэр. А у попутчицы... У попутчицы всё с тобой есть. Попутчица... Открывает свою сумочку... И достаёт отсюда что? Пирожки. Нет? Да достал ты меня с этими пирожками! Чтоб ты подавился этими пирожками! Приготовила уже! На кухне ждут тебя! Иди, Боже, только пожрать и пожрать! Да я бы пожрал, вы могли играть в любые игры. Я пожру, Ден, я живу! Я пожру, Ден, я живу! Чтоб ты провалился от этих пирожков! Уйди отсюда! Светлана Рожкова! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ! АПЛОДИСМЕНТЫ! АПЛОДИСМЕНТЫ!